Здравствуйте. Алло, кто это? Я представляю интересы банка Ренессанс Кредитный. Зову Жданов, Максим. Вы, Алексей? Как зовут? Алексей, это вы у телефона? Это меня так зовут, вас как зовут? Я представляю интересы банка Ренессанс Кредитный. Зову Жданов, Максим Сергеевич. Это вы, да, Алексей? Ты же сказал. Если решение вопроса о долгой по кредитной карте, скажете, вы оплаты совершали? Нет. А планируете куда совершать? Я не считаю, что это будет, это действие преследует в цели решения вопроса по кредиту. Не думаю это. Вот это то, что я сделал, вопрос по кредиту не решится. Вы лукавите, Юнаша. Вы же трудоустроенно работаете, почему не возвращаете деньги за средства, которые вы воспользуете? Потому что я трудоустроен, работаю и приношу деньги в семью. Вот ты трудоустроен, правда, сомнительно, работаешь, ты куда деньги приносишь? В семью или отдаешь их? Неизвестно кому и зачем. У тебя на первом месте кто? А зачем вы забрали кредит? Для себя. Я не пойму. Что значит не пойму? Для того, чтобы денег больше было. Удовлетворить свои амбитции. А теперь будьте добры их возвращать. Вы же сделали чьи деньги за средства. Нечем. А теперь говорите, как будто вы свои отдаёте. Как это? А чьи же я отдаю? Что, можно подумать, банк... А банк мне чьи деньги дал? Вообще, банк мне чьи деньги дал? Не мои ли он деньги мне дал? А про свои деньги за средства? Это коммерческий банк. А где он кредитуется? В ЦБ. А ЦБ откуда деньги берёт? С казначейства. А казначейство откуда пополняет? С налогов. А налоги кто платит? На ограждение. Есть разница, откуда эти деньги. Ну вот и без разницы. Нам все равно придётся возвращать. А как это, ты думаешь, произойдёт? Вам в любом случае, хоть через суд, хоть через коллективское агентство придётся возвращать деньги. Через суд, ради бога, давай посмотрим, кто кому сколько вернёт через суд. Я взял свои деньги. Песня, когда я где-то у нас учил, если через суд вы ничего не вернёте, скажите. Песня, я сказал, что я ничего не верну. Я верну через суд ровно столько, сколько я должен, без всяких штрафов, процентов. Вот это и будет решение проблемы по кредиту, как ты в начале разговора. 1100 рублей вы сейчас сома должны. И что теперь? Эту сумму придётся возвращать. Ну да, посчитаем. Ты не считал, сколько я уже отдал? Если вы не согласны с долгом, берите дестерилизацию в банке и просматривайте подробно. Незачем это. Если вам что-то не нравится, господа банкиры... Мы в суде предоставим в данном случае. Ну вот, и всё. В чём проблема-то? В чём проблема? Чё ты мне звонишь? То есть вы категорически отказываетесь, я так понимаю, в оплате кредита, да? Кто тебе сказал? Хоть слово об этом промолвился. Я сказал, в суде всё решать будем. Добровольная оплата кредита состоится в течение нехлечения. Ты понимаешь, вообще оцениваешь слово добровольно? Ты мне что предложишь в альтернативу, если я скажу недобровольно? Ты что, придёшь мне это самое предъявлять, что ли? Ты меня получить хочешь? Зачем банку такие непосредственные меры предпринимать? Это была дальнейшая структура, которую создавали в связи расположенных кредитов. Ну и что? Ну пускай я так же структуру пошлю туда же, куда я тебя посылаю, в суд. Ну это вы там и с ними будете всё обсуждать. Да ради бога, а что ты так ко мне звонишь? Что даже сам ты такой дохлый? Потому что банк вам предлагает решение до этого, до того, как банк переступит... А ты не заикайся, нормально с мыслями соберись, скажи нормально. Если мы по телефону не уладим проблему, то в данном случае мы не включаем, а так привить какие-то структуры. Я уже все письма в банк твой написал и всё объяснил. И предложил им стратегию ведения переговоров письменно. А вы вам похер на людей. Звоните, продолжайте звонить. Сказано письменно, в письмах указано всё. У меня уведомления о вручении лежат, что банк получил. Вам похер на людей. Вы берёте деньги, неизвестно откуда и где. Вам время предпочталось на польский день за средства. Что вы сделали за всё это время? Да ничего я не буду делать, я взял свои деньги у банка. Понял? Я свои деньги забрал у банка. Потому что я плачу налоги в этом государстве. И ничего не имею от этого. Хотя бы таким образом. Мне нужно было срочно. Понимаешь? На лечение. Я взял таким образом. Мне похер, что на плече мне банк попался. Что ты взял, что я взял? Я взял своё, понимаешь? Пришёл и взял своё. Мы взяли деньги за средства. Ты включи голову за люди столбовую хоть один раз в жизни. Включи голову и подумай, откуда банк берёт деньги. Нет, нет. Тем более твой ренессанс принадлежащий кому? Ну-ка скажи, кому ренессанс принадлежит? Кто контрольный пакет акций держит? Вы бы для начала, пожалуйста, успокоили бы. Хорошо. Да я тебя просто пытаюсь успокоить, чтобы ты сообразил, где ты работаешь. Ты знаешь олигарха? Такого длинного, высокого, худого с носом, который на куршевелях отдыхает. Вы бы в данном случае говорите. Вы бы лучше думали, как возвращать задолженность. Я уже придумал, как возвращать задолженность. Через суд. Так, вы придумали, как хорошо. Я ещё раз тебе повторяю. Письма в банк направлен. Вам поможет стоп выплатить кредитин? Чё я? Вам стоп поможет выплатить кредитин? Чё ты, у тебя голос такой или это аппаратура такая? Такой гнусявый-гнусявый. Говори нормально, не в нос. Не затыкай нос. Я всё равно не буду... Если 18,114 рублей вы внесёте в течение пару дней... Слушай, там тебя подменяют? Там регулярно вы у трубки меняетесь, что ли? Или чё? Так, Алексей, я понял. У вас цели просто на всего хамить. Так, кто тебе хамит? Скажи, я тебе хоть одного оскорбительного слова. Поэтому я не вижу смысла с вами просто... Да если бы у тебя была возможность, ты бы мне в ответ столько бы уже наговорил. У тебя этой возможности нет. Поэтому я буду решить эти руки и решить ваши проблемы, которые у вас важны. Чё тебе хамить смысл? Ты вообще ничего не понимаешь. Вот тебе говорят, что ты свою фирку толкаешь, что у тебя там в методичке написано. Давайте не будем параллельно говорить, хорошо? Да что ты вот эти слова? Параллель, конструктив, так, да, 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 да. Слышишь, я вас уже знаю, наизусть, идиотов. Поэтому, если то есть возможность... Параллельно, что такое параллельно? В общем, всего вам доброго. До свидания, хорошо? Сам чуть не разорвался на части там, да? Продолжение следует... Продолжение следует...